Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи, к ряду мы разговариваем в нашей студии о свободе, об этой великой добродетели, об этом великом даре, которым мы снабжены Господом Богом, рождаясь в этот мир. Пользоваться своей свободой, правильно ее направлять, нужным вектором следовать. Вот задача христианина. Мы пытаемся об этом во всем разобраться в нашей студии с православным экспертом, философом, богословом, преподавателем Самарской семинарии Сергеем Григорьевичем Кридичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Мы поговорили о теоретическом таком знании свободы, то есть как свободу себя мы представляем как понятие, как термин. В прошлой нашей передаче мы поговорили о свободе и страсти, в значении страдательного залога, когда человек добровольно отдает свою свободу на служение чему-то. Вернее, даже не то, что на служение чему-то, а чему-то, что им руководит, движет и так далее. Мы поговорили в прошлой передаче о свободе и послушании, как это увязывается в православной церкви. И вот сегодня мне бы хотелось продолжить тему свободы и послушания, потому что все-таки это вопрос действительно важный и главный. Потому что первое, с чем сталкивается человек, переступая церковный порог, что все-таки здесь есть в этом пространстве, в пространстве церкви, есть определенные правила. Ну вот, как бы нас не возмущало, не возмущало бы многих людей, да, почему вот ругают за отсутствие платочков там и так далее. И мы где-то внутри вот такой корпорации, это внутри церковной, над этим сами посмеиваемся. Ну как можно вот, да, над бабушками, которые ругают входящего в храм за то, что он вошел без платка. Однако все-таки есть и определенного рода эстетика, есть определенного рода этикет, вот, есть определенного рода правила, да, сюда вот свечку не ставь, сюда вот так вот не вставай, в этот момент в богослужении не разговаривай. И у людей складывается впечатление, что очень много таких вот ограничителей свободы. То есть, вроде бы я пришел как свободный человек в нашем либеральном обществе, это крайне ценно качество свободы. Вот, с другой стороны, вот я пришел сюда, и мне всячески напоминают о том, что я вот должен где-то чему-то подчиняться. И тут, о ужас, выходит батюшка и в проповеди своей раса употребляет выражение раб Божий. Мы по касательной прошли в прошлой передаче по поводу этого термина. Мне кажется, этот термин требует более обстоятельного рассмотрения, что же все-таки такое раб Божий, почему, несмотря на все новозаветные сентенции заявления о свободе, мы продолжаем употреблять выражение раб Божий. И вот при разговоре об этом продолжим с вами разговор и о послушании, потому что, ну, есть в святоотеческом предании разные примеры этого послушания. Иногда люди читают, например, такое житие и приходят в некое недоумение. А где же здесь свобода, здесь же откровенное порабощение и унижение человеческого достоинства. Так вот, о рабе Божьем. Почему же мы настоятельно употребляем это выражение и что оно все-таки значит в противовес тому же римскому праву? Вот раб в римском праве и раб Божий, раб в Евангелии, в святоотеческом предании – это одно и то же или нет? В чем разница? Так, давайте по порядку. Ну, опять же, как философ, сначала задаем вопрос, потом на него отвечаем последовательно, не все сразу. Во-первых, люди, которые говорят, что вот в храме там надо подчиняться дисциплине там и так далее, они в известной степени лукавят. Дисциплине надо подчиняться везде. То есть везде, где человек выходит на какой-то иной уровень, чем уровень просто собственной кухни в квартире, его извлекают из повседневной ситуации и как-то ему это демонстрируют. То есть составляют протокол, да, пострадавший, с моих слов записано верно, там, его выдергивают из ситуации, чтобы вот он пришел как-то вот в собранность. То есть люди носят форму, опять же, не только в храме. Там врачи, милиционеры, юристы, нельзя прийти на важные переговоры в бермудах и исландцах, нельзя в ресторан в приличный прийти в ластах и в кокошнике. Ну, то есть тут просто доверие традиции, что оперу надо слушать вот так, в суде надо довести себя вот так. Ну и в храме, соответственно, тоже надо вот... То есть сейчас непонятно, потом будет понятно. Если человек, там, приступает к изучению любой дисциплины или, там, начинает заниматься спортом, или, ну, даже на банальном бытовом уровне нельзя засиживаться за компьютером до двух-трех часов ночи. После этого работоспособность... К этому приходят все. Что ложиться и вставать надо примерно в одно и то же время, нельзя есть все, что хочется и прочее, прочее, прочее. То есть это, простите, дисциплина, она не церковная, она общечеловеческая. До нее доходили все, кто занимался серьезно любым делом, спортом, наукой, даже ни религией, ни философией, а изучением языков, изучением... Детей учат читать, писать тоже, опять же, сели, кулачок, ручки там, взяли правильно и так далее. Ну, а, собственно, отношение раба Божий — это напоминание, вот для чего мне потребуется вот этот вот рассказ про то, что человек извлекается из повседневной ситуации. Это то, что у него особое отношение с Богом. То есть не в том плане, что он раб и хозяин, а в том плане, что есть еще наивысшее измерение, которое не просто, как бы сказать, друг Божий, да, прочищается друг Божий Сергий, да. Это как? А вот раб Божий — это то, что мы знаем волю Господа, и мы призваны ее исполнять. Но Евангелие полно также и других выражений, типа «раб лукавый», «раб неразумный» и так далее. То есть никто не говорит о том, что раб Божий — это обязательно такой положительный статус. Это напоминание о том, что помимо того, что мы сыновья, мужья, там, я не знаю, заведующие кафедрой и прочее, 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 что все наши статусы, они не исчерпываются. И вот важно еще помнить, что мы в отношении с вечностью, что вот этого мы не избежим. И вот в этом смысле в вечность мы заберем то, что мы здесь вот стяжаем. Духа Святаго — значит Духа Святаго. Многие, как говорит апостол, спасутся как бы из огня, и слава Богу. А у многих поработят их собственные привычки, и так, что они от них не откажутся. И тогда посмертное существование и вечность, в этом смысле мы не можем отказаться, как не может отказаться раб. Вот в этом плане. Не в том плане, что нас будут пить, а в том плане, что вот есть вечность, и мы должны пребывать в каких-то с ней отношениях. Мы вынуждены выстраивать, потому что вот. Дальше. Или, например, почему, мне вот очень понравилось, почему нельзя ссориться с людьми. То есть, ну вот вы поссорились, и потом оба в вечности сидите такие обиженные. Один не разговаривает, второй молчит. Ну вот Господь создал нас вечными, но это как-то вот. Но это обижаться, что огонь горячий, а вода мокрая. И, соответственно, вот этот раб Божий — это напоминание о перспективе, напоминание о метафизике, напоминание о том, что мы состоим еще в отношениях с нашим Творцом. Не только с налоговой, не только с женой, с мужем, не только с органами, не только с государством, медициной, там, наукой и так далее. Вот мне еще нравится определение у отца Андрея Кураева в ответе на этот вопрос. Он говорит о том, что здесь это выражение родом как раз из феодальных различных отношений. — Особый статус. — Особый статус, да. То есть я, например, могу быть... Ну вот, условно говоря, мы живем в монархической стране, и у меня есть царь, и я адъютант самого царя, например, императора. Вот, и вдруг я вынужден поехать с каким-то посланием в какую-то страну, вернее, в какой-то город моей страны. В этом городе я буду по статусу выше генерал-губернатора, я буду выше любого чиновника и сановника, потому что, несмотря на то, что да, я слуга, но я слуга самого императора. Поэтому, когда мы употребляем выражение «раб Божий», это значит, что ты больше уже никому не раб. Вот, то есть выше Бога быть никого не может, поэтому, если я назвался служкой Господа Бога, значит, я абсолютно, тотально свободен, вот, и надо мной власти в полном смысле слова иметь не может никто. Но над моей душой, да, как говорил сам Христос, да, «не бойтесь убивающих тел, души тронуть не смогут». Понятно, вот, ну, это так вот резюмируем. — На самом деле это как раз вот то, о чем мы говорили в прошлом передаче, что нельзя быть христианином только на одном уровне. Вот те, которые изучают традицию, те, которые знакомы с историей, они понимают, что причащается раб Божий, это на самом деле разворачивание вот того, что вы сказали очень, и то, что вот, да, если я раб Божий, то, соответственно, я больше ничего не раб. То есть не раб видеоигр, не раб жены, не раб начальника, не раб детей. То есть идолом может быть кто угодно. Любимый человек, это страшно, да, то есть одно дело идолы в смысле каких-нибудь уродливых башков, которым приносишь, а идолом может стать собственный ребенок, который там возводится во главу угла, и это деформирует и родителей, и ребенка. Поэтому вот раб Божий, помни, что ты на самом деле вот больше ничей раб. — А вот хорошо, что вы эту тему подняли с семейными, в частности, отношениями, потому что ведь семья, она тоже ограничивает свободу. Вот. Ну как ни крути, я могу быть не рабом своей жены, но в то же время определенная толика свобода моих выборов, моих волеизъявлений, моих решений, она теперь уже как-то должна соотноситься с тем, с кем я живу. И очень многие, кстати говоря, люди, которые, ну, выступают против брака, они выступают именно по этой причине. Я не хочу, там, скажем, кому-то принадлежать. Одновременно с этим мы в том числе говорим о свободе, причем более того у нас совершается венчание, бракосочетание, то есть мы говорим о том, что церковь не выступает против брака и семейных отношений. И как вот здесь вот увязать свободу, например, свобода моя личная, свобода в браке, свобода там в семье, вот. Потому что, ну, со свободой по отношению к Богу мы уже разобрались, мы поняли, что Господь меня благословил быть свободным, это мое достоинство, это дар. А вот как же в семье это проявление этой самой свободы? Ну, вот такой ее сущностной характеристики. Вот если вдруг я ограничен, ну, например, вот я не могу сегодня пойти туда-то и туда-то, потому что мне надо своих детей куда-то везти. Ну, вот у меня есть такая вот обязанность, она меня ограничивает, она ограничивает мою свободу или же что-то иное? Как вообще вот выстраиваются взаимоотношения с моими обязанностями? Тут я боюсь, я опять произнесу свой рефрен, давайте определимся с понятиями. И в зависимости от того, как мы определяем понятия, все играет новыми красками. Касательно, например, вот этих вот мужских обязанностей. Мне очень нравится вот такой расклад. То есть мужчина – это тот, кто принимает решения и несет за них ответственность. Если мужчина принимает решения, но ответственности не несет, это маминкин сынок. Он, значит, залез, потом понял, куда он попал, расплакался, прибежала мамочка, вытащила, оттерла, леденец дала, отругала обидчиков и так далее. Если мужчина не принимает решения, но несет ответственность, то он подкаблучнет. Жена все решила, его не спросила, говорит, а теперь, дорогой, мы должны вот такую-то сумму, и тебе надо что-то с этим делать. И все. Вот тут вопрос каждой индивидуальной ситуации. Если решение вступить в брак было свободным, то есть не в том плане, что там… Ну, с ножом у горла. Да, да, да. То есть испортил девушку, женись, и, соответственно, тут не молодой человек выбирал, а папа выбирал. Как же так? То тут, конечно, свободы нет. Давайте не будем притворяться, что невозможен брак, который там не по любви, и так далее, и так далее, и так далее. Это, кстати, может быть и расчетливым выбором. То есть, простите, Господь, опять же, не посылает архангела удержать руку священника при благословении брака. Человек там решил, например, ну, я не знаю, устроить себе жизнь и карьеру, да, и женился. То есть брак как социальный лифт. В общем-то, невежливо по отношению к тем, кто учится, как-то пытается за счет своих навыков повысить свой социальный статус. Но в целом за это не наказывает уголовный кодекс. То есть, опять же-таки, насколько это свобода. То есть человек раб своего желудка, да, или раб своего тела. Он хочет вкусно есть и красиво одеваться. И поэтому он продает, ну, то есть это мена, это его решение. А вот если мы говорим об идеальном, правильном таком христианском браке, то это ваше свободное решение каждого человека. Соответственно, стать женой, то есть, или стать мужем. И да, это свободное решение, что да, теперь я не смогу не ночевать дома. То есть вот до того, как я был свободным человеком, пожалуйста, запросто. Да и то, эту свободу, она очень хрупка на самом деле. И люди сами ей не дорожат. Люди пытаются завести какую-нибудь котенку, рыбку там и так далее. И вот завел котенка, и уже нельзя уехать из города, вот сорваться, да, пошел на работу. А вот тут внезапная командировка, а может быть, да, давайте рванем. Вот если дома котик, уже нельзя. Если дома жена, то надо согласовывать. Ну и дети. Дети тоже свободный выбор, и дети тоже благословение. Ну вот проскользнуло интересное выражение. Вот до того, до брака ты был свободным, да, то есть вот когда ты был свободным и захотел поехать, и взял, сорвался и поехал, а потом ты, получается, все-таки не свободный. Я бы сказал так. Мы обладаем вот этой абсолютной свободой, как благословением, всего лишь, страшную вещь скажу, несколько периодов нашей жизни. То есть смотрите, если человек выбрал профессию, то потом начинается несвобода. Ну то есть одно дело, когда мальчик решает стать летчиком, у него первый полет, вау, ух ты, а потом начинается летное училище, там руки в масле, собираем, разбираем, сдаем экзамены, аэродинамика, термодинамика, я хочу рулить, я хочу быть как птица. Но нет, совершают насилие над мальчиком, мальчик совершает насилие над собой, потому что он хочет стать летчиком. А потом это превращается в такой спокойный, устойчивый интерес. Уже не будет такого экстаза, как типа впервые, впервые в храм вошел, впервые в самолете полетал, впервые девушку обнял. И тут уже некий вектор, я бы сказал, что свобода – это такой вектор, который мы выбираем. Потом человек женился. И опять же таки, в зависимости от того, кого он выбрал в спутнике жизни, это тоже уже становится некой такой тотальностью. Но это не значит, что это не был его свободный выбор. То есть получается, человек свою свободу вкладывает во что-то. То есть свобода – пить алкоголь. Я свободный человек? Да, поэтому не принуждайте меня отказаться. Или свобода – играть в компьютерные игры. Свобода – пойти не в школу, а в кино. Ну вот Буратино, да, отправился в школу, поменял курточку, попал в балаган, что из этого вышло, он совершенно свободен. И в конечном итоге мы в эти моменты, когда мы абсолютно свободны, задаем вектор, который потом нам очень трудно изменить. То есть понял, что женился не на том человеке. И все. То есть приходится тратить колоссальные ресурсы, и силы, и душевные, и прочие какие-то материальные ресурсы, чтобы вот выйти из этого брака. Но с другой стороны, а чем ты тогда думал, чем ты решал? То есть свобода – это не такой воздушный шарик, который юху, ля-ля-ля, мы бегаем по лужку с шариком. Нет, это такая возможность, которую надо расходовать аккуратно, которую надо взвешенно распределить. То есть правильно я понимаю, что свобода – это вообще в принципе… Ее нельзя рассматривать как самодавляющую ценность, а это и только лишь инструмент, которым ты либо пользуешься умело, либо не умело. И в этой связи вспоминается Микеланджело, которого спрашивали секрет его мастерства, каким образом из-под его рук выходят замечательные вот эти вот статуи, замечательные такие вот образы. Он говорит, да ничего сложного, я беру кусок там камня, инструмента, начинаю отсекать все лишнее. То есть вот свобода – это дар, который дан нам для самоваяния, вот, самовылепливания. А вот интересный такой момент. Мы в прошлый раз с вами поговорили о послушании, и здесь вот тема даже, может быть, немножко как раз вот поднятая о браке, она тоже перекликается. Объясню в чем. Вот приходит человек и говорит, я ошибся в браке, вот, да, женился, да, понял. Ну, в основном женщины начинают скулить, вот, расстраиваться, вот, о том, что вот думала любит, думала будет на руках носить, не носит. Вот. Не, там, скажем, наоборот даже все. Не то, что не носит, а еще и ногами периодически пинает. Вот. Ну, как-то вот так. И у священника вопрос. Ну, к священнику вопрос, да, что мне делать с этим браком? И очень часто священники рекомендуют, дают страшный совет, ну, страшный с точки зрения логики обывателя, да, он им говорит, терпи. Вот, продолжай терпеть. То есть, вот, ты вступила в брак, брак венчанный, терпи. Это первая иллюстрация, первый пример. Есть второй пример, например, из святоотеческих, вот, всяческих преданий, житие, ну, вот, мы с вами обсуждали до эфира, Иосиф Исихаст и Ефрем Катунакский. Один ученик, другой учитель, вот, и тот, и другой преподобный, и тот, и другой прославленный в лике святых. То есть, нельзя сказать, что кто-то меньший для Царствия Божия, кто-то больше в данной ситуации, потому что статус святого, он, как бы, уравнивает, да, вот, для Царствия Божия, вот, этих двух людей. При этом Иосиф Исихаст очень серьезный, очень строго относился к Ефрему, если не сказать, что жестоко, Билову и так далее. Вот, а он терпел, терпел, смирялся, а потом, при воспоминании о своем учителе, он говорил о том, что это, вот, величайший святой, величайший молитвенник, и он все делал не то, что правильно, а никак иначе-то и нельзя было. Вот, и священник, может быть, исходит из той же самой логики, когда говорит этой женщине, терпи, вот, что может быть, там, вот, где-то на выхлопе, вот, в твоей жизни, когда ты уже, может быть, будешь лежать на смертном одре, ты будешь понимать, что это все было тебе нужно. Вот, с темой свободы, опять-таки, одно, как это сочетается? Ну, вот, где вот эта вот грань, вот этот вот священник, который говорит терпи, он призывает, получается, ну, ту же самую женщину забыть о своей свободе. Так, опять же, разведем понятие. Мы не говорим об универсальных рекомендациях. То есть, вот, мы говорим о конкретной женщине и конкретном священнике. Поэтому мы должны смотреть на остальные факторы. То есть, во-первых, повторюсь, человек не должен лениться ни на одном из уровней своей природы. Вот это важный момент. Тот, кто пренебрегает интеллектуальные традиции христианства, он не может считаться правильным христианином. То есть, женщина должна была спросить себя, какого был ее выбор. То есть, например, вы выходили замуж за кого? Ну, он был такой красивый, высокий и стройный. То есть, он сейчас располнил? Нет, он по-прежнему ходит в спортзал. Он сейчас некрасивый, вот что-то изуродовало, авария, там, упаси, боже, инцидент. Нет, все в порядке. Он сейчас что, перестал быть высоким? Усок, что ли? Да нет же. То есть, вы выбрали красивого, высокого и стройного? Это вы не включили в поиск, носящий на руках, понимающий. То есть, это был ваш свободный выбор. Никто не говорил, что ты, типа, ты на самом деле не смотри на лицо, а смотри, спроси, вот ты знаешь, сколько ложечек сахара мне в чай класть? Ну, то есть, это вообще-то ее выбор, на самом деле. Никто ее тогда не насиловал, никто ей не говорил. А вот ты точно, вот точно красивый, высокий, и не больше, да? То есть, это вот ситуация про джина, который 10 раз переспрашивает, а потом дает именно то, что человек пожелал. Ну, огромное количество анекдотов по этому поводу и есть. Вот ровно то, что пожелал, получил, и человек вот разочарован. Второй момент, что говорит священник? Во-первых, священники бывают разные. Есть те, которые говорят, что, ну, действительно, жестко, там, я не буду жить за тебя, свою жизнь. То есть, вы приходите ко мне, как к древним подвижникам, да, хотите, чтобы я сказал, тоже вот тоже интеллектуальный уровень, а я читал в одном требнике, что священник после исповеди говорит, грехи твои теперь на моей шее чаду. То есть, давай, давай, скажи мне это заклинание, я скажу, уху, меня обнулили, мои грехи теперь на тебе висят, а ты сам это выбрал, а я такой молодец. Для таких отношений надо быть монахом и аннелесточником, у которого было 10 монахов, и который мог каждого в конце дня послушать исповедь вообще о всех помыслах. То есть, если вы просите, то вы просите точно. То есть, я прихожу в послушание, это значит исповедь каждый вечер. Не то, ой, мы сегодня пьем с друзьями, ой, сегодня теща приехала, ой, дети болеют. Нет-нет-нет-нет, если такие отношения, то давайте делать все, как в древних потеряках. То есть, вот из-за того, что люди не проясняют термины, не объясняют, чего они хотят, то есть, может быть, женщина пришла за легким рецептом, может, она надеялась, что... Дорогой, мне доктор сказал, на море или в горы. Куда поедем? Да к другому врачу поедем. Ну, и отсюда, соответственно, вот, может быть, этот священник так выбирался. Или, может быть, священник скажет, разводись. Вот серьезно, вот так возьмет и скажет, вот Господь ему так открыл. Можем ли мы сказать, что тогда это универсальный рецепт для всех? То есть, нам нужна конкретная женщина, нам нужен конкретный священник. Мы должны их рассмотреть. Универсального здесь я дать не могу, кроме того, что вот посмотреть на критерии ее выбора, в выборе мужа и выбрали священника. И посмотреть на то, как священник вообще мыслит. То есть, он действительно ее духовник? Или он дает такую, как бы сказать, универсальный ответ «не навреди». То есть, терпи. Потому что мы не знаем женщину, мы не знаем. Она первый раз приехала. «Ой, вы Дивеевский батюшка, я вас наслышал, вы подвижник». Вот взять на себя и сказать «разводись». И потом разрушить жизнь. А потом она через год приедет и скажет, что же ты сделал. Поэтому лучше дать нейтральную рекомендацию. То есть, можно понять женщину, можно понять священника. Поэтому с послушанием, повторюсь, аккуратно надо понимать правильно, как в древней традиции, что, во-первых, мы испытываем духовника. Не в плане экзаменуем, а в плане, если некоторое время стоим рядом, как он, кто он, присматриваемся. Потом отдаем себя в послушание. И это не значит, что раз в год приехали на исповедь. А вот если мы отдали себя в послушание, это значит, что вот как в браке потом пришло вот это вот самое разочарование. И ты все как бы учел. Очень кратко. Ты все учел, да, у тебя был большой список критериев, ты по ним, по всем, действительно, отца подобрал. А отец, например, просто вот взял, как любой человек, сорвался, согрешил, отвернулся, может быть, от церкви или там еще какие-то моменты. Или начал откровенно там ошибаться. Можно ли поменять свое решение, поменять духовника в этой ситуации? В этой ситуации надо учитывать вертикальную свободу. То есть, повторюсь, если вы будете смотреть горизонтально, будете верить в священника, священник вас разочарует. Будете верить в митрополита, может статься, что митрополит примет не то решение, которое вам понравится. Будете верить в патриарха, на какой-нибудь из пресс-конференции патриарх скажет то, с чем вы не согласны. То есть верить надо во Христа и принимать то, что говорит избранный духовник, как то, что исходит от Христа. А может быть, Господь испытывает, типа, а не взбрекнешь ли ты? Вот будет пара рекомендаций, чтобы понять твое послушание, а потом оно пойдет. То есть это, простите, доверие самому Господу. Это не только вера, но и доверие. Спасибо большое, Сергей Григорьевич. Вот на такой хорошей ноте мы и заканчиваем. Верить нужно во Христа, дарующего свободу. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, что были сегодня с нами и смотрели нас. С вами прощаемся, до скорых встреч, до свидания. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok